Девушки отдыхают Шалом, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях очень особенный Ушпизим. И я хотел бы представить вам пастыря еврейской мессианской общины Свет Мессии Валентина Романовича Свёндек. Вы знаете, друзья, у нас очень часто есть много что сказать о наших служителях. Мы смотрим их проповеди, передачи, иногда читаем книги или читаем какие-то статьи. Но мы мало знаем о их жизни, о их пути к Господу. И сегодняшняя наша передача будет посвящена именно такой истории. Истории того, как пастырь стал пастырем, как служитель пришёл к вере в Богу. И я хотел бы спросить, Валентин, я знаю, что твой путь начался очень давно. Очень-очень давно. Можно ли услышать эту историю? Если так, смотря на наше время, в котором мы сейчас живём, многие люди стали верующими, может быть, недавно. 5, 10, 15, 20 лет. 20 лет — это недавно в наше время. И сегодня для меня, наверное, это уже недавно. 20 лет назад начался Мессианский Библейский институт, который в Одессе, для подготовки служителей в мессианском служении. А вот мой путь начался, наверное, ещё дальше, ещё много-много лет до этого. Насколько я помню себя, я хотя и вырос в семье, где мама была членом городского совета. И также была начальником цеха швейной фабрики. Одной была интересным человеком. Мой отец, хотя и жёстких правил своего времени, был довольно посвящённым коммунистам. Хотя и добросовестным, очень честным, фактически. То есть это была такая хорошая семья советского гражданина, можно так сказать. Рабочая интеллигенция, с одной стороны, потому что есть родственники, которые были солистами львовского балета. И с другой стороны, это люди, которые, как и мой отец, может быть, не сильно смог иметь большое образование по причине войны. Но в своих чувствах и в своём достоинстве он всегда вёл себя прилично. Хотя, как любой советский человек, любил и покуролесить, где-то выпить, где-то с друзьями погулять. Так что такой внутренне семейный диалог в семье, он был всегда различный. Потому что, хотя моя мама была из верующей семьи... То есть корни на самом деле идут дальше. И корни ещё идут... Сначала не от тебя. Нет, конечно же. И я, наверное, благодарен за это Богу. Потому что, наверное, родиться в семье верующих людей – это привилегия большая. Я считаю, это большой привилегией. Если молодые люди как-то чувствуют себя как-то ущемлённые, что они родились у верующих родителей, ходят на собрания, почитают Бога, знают традиции. И как-то это скучно, потому что им, кажется, в миру это намного интереснее, привлекательнее, можно себя показать. То я скажу так, они глубоко ошибаются. Для меня, хотя я не родился в семье верующих людей, потому что моя мама в это время уже не ходила на собрания, но моя непосредственная жизнь была соприкасаема с верующими людьми. Моя бабушка, мой дедушка, мои родственники ближайшие, они уже на то время были утверждёнными верующими, глубоко верующими. То есть, получается, вопрос о том, если Бог не стоял с детства, вопрос стоял скорее в том, а нужно ли Ему служить или не нужно Ему служить? Наверное, вот в этом и стоял вопрос, как Ему служить, что для этого нужно. Как бы соприкосновение с верующими было очень явное, очень, как бы сказать, отличающее. Очевидное. И очевидное. Это лучшее слово «очевидно», потому что я видел, может быть, с моей точки зрения поведение отца, когда он выпьет, был очень буйное, такое, очень деспотичное. Ну, понятно ли, человек под влиянием алкоголя. Я не говорю, что он был пьяницей. Просто, как и все, любили людей отдохнуть. И, с другой стороны, я видел людей, которые каждую свою минуту, они не знали, как их жизнь закончится. Были подвергнуты преследованию, гонениям. Мой дедушка за веру был сослан в трудовой лагерь. То есть, он физически не был сослан далеко. Он находился, как бы, в рабочем состоянии. Ходил отмечаться, был на работе и приходил домой. А моего деда брат, который был епископом общины, маленькой общины, был сослан на каторгу. То есть, иными словами, быть верующим – это было опасное занятие. Так вот, если говорить реально. Ну, наверное. Я этого не понимаю, как ребенок. Потому что дети, они, наверное, не касаются сложности и опасности всего. И для меня хождение на собрание. Я не ходил на собрание, не приводили на собрание. Любую минуту моя бабушка, мои дяди, тети имели возможность. Меня они приводили в собрание. И как, наверное, хороший мальчик и такой, знаете, послушный ребенок, я хорошо засыпал на них на собраниях. Потому что они были длинные и были вечером. И мне нравилось, потому что можно было хотя бы развлечься теми людьми, которые вокруг меня, которые всегда хорошо говорили, молились за меня. Так что я чувствовал себя, наверное, безопасно в семье и круг верующих. Это было для меня, наверное, кругом безопасности такой. А что произошло дальше? Я знаю, что подростки, они очень часто решают, как будет выглядеть их жизнь. И я понимаю, одно дело, когда тебя приводят на служение, и ты просто ребенок. Другое дело, когда ты уже подросток, тебе 15-16 лет, и ты уже можешь выбирать вообще, кем быть. Что происходило с тобой вот в этот период жизни? Я понимал, что у отца моего абсолютно другое мнение жизни, вообще понимание о будущем. Он хотел, чтобы я был спортсменом. Но в том смысле, как он хотел, не получалось. Он хотел, чтобы, как он был боксером в свое время, либо тяжелой атлетикой заняться. У меня не получалось ни одно, ни другое. У меня не хватало силы, наверное. И злости. Не знаю, как. Но вы так казали, что это чересчур грубо все. Я нашел себе дело по душе. По той романтике, которая была у меня, как бы, в моем сердце. Я очень любил «Три мушкетера» читать. Я любил читать «Двадцать лет спустя». Маска «Зора», которая выходила в кинотеатрах, это было просто как-то зрелище. И вот однажды в нашу школу пришли, как всегда, агитаторы из спортивных школ. И вот я захотел записаться на фехтование. То есть это где-то, может, второй класс, наверное, где-то так. Начало моей жизни фехтовальной. И дальше она возрастала, как путем навыков и так подобное. Где-то в «Двенадцать лет» когда-то, вот как раз переломный момент с подростками. Я был с некоторыми моими одноклассниками, мы были в команде фехтовальной. Нас пригласили в Киев, в республиканскую школу-интернат. Там это было на Пионерской тогда-то в Киеве. Сегодня, не знаю, как она называется, там большой комплекс, огромнейший. И вот мы там находились. Там были многие виды спорта, особенно гимнастика, легкая атлетика. Там футболисты были, пловцы. Все мы там были с разными мнениями. Вот это то место, куда я отправился фактически. И уже тогда я очень переживал за себя, потому что какие-то начатки веры в меня были. А вот страх, что будет дальше. Как раз летом поломал руку. Наверное, тоже не случайно, как бы такие происходили. То есть момент такой. Я приезжаю в Киев, а мне нужно как раз ездить в центр города, к Золотым воротам. Там был доктор, который работал моей рукой. Ее выпрямлять нужно было, она застыла. И вот этот момент, когда я мог встретиться с людьми, верующими людьми. Моя мама, когда еще молода, имела контакты с верующими людьми, у нее были друзья, которые в Киеве. И вот они, Гончаренко, Гончаренко, семья Гончаренко, они как бы приутили меня. Они брали ответственность, что я еду к ним, и так далее, и тому подобное. Но это было время как раз моего становления. Я увидел верующих людей, наверное, еще свыше, лучшей стороны. Их посвященность, качество отношений внутри семьи, отношения вообще к вере. Тогда, где-то чуть позже, я познакомился с одним из африканцев верующих, Густав, и Вера, она была украинка, он из страны Конго. И вот тогда я увидел человека, который верующий в Бога, с эмоциональным восприятием и выражением своей веры. Я первый раз на собрании услышал, как звучит бубен или барабан под прославление, и для меня это было сюрпризно. Это как-то зацепило меня, вот эта свобода выражения в поклонении. Хотя это были песни, может быть, такие простые из песенника, но они привозили еще другие песни, простые детские песни, которые нас зажигали. Чуть уже позже я столкнулся с таким движением, как Таллиннское движение, которое... Первые пробуждения советские, да, такие? Ну, один из таких, наверное, потрясающих феноменов, которые мы пережили в постсоветском, или в советское время, будем говорить так. Это 80-е годы, это расцвет, наверное, такого молодежного интруизма такого, где даже христианская молодежь, мы кидали вызов старшей молодежи, или старшему поколению наших молитв, нашему дерзновению. Это как бы такие начатки, такого харизматического, наверное, дерзновения. Но это было интересно. Потом, где-то в 16 лет, когда Бог конкретно изменил мое отношение к вере. Это был какой-то конкретный момент, или просто ценности поменялись, и вот в какой-то момент ты осознал, что ты не можешь идти дальше так. Иногда бывает, что человек сталкивается с каким-то потрясением, и он сразу, он четко может помнить, например, 3 мая такого-то года, Бог коснулся меня. У меня не было потрясения, каких-то таких падений греховных. Не обязательно? Это не обязательно может быть грех? Это бывает какая-то ситуация в жизни, такая, которая людей смертили, жизнь. У меня не было этого. У меня просто среди нашей молодежи как раз вот такое движение происходило, где мы называем это крещение Духом Святым. Да, вот переживание Бога на новых отношениях. Не просто знать его, а не что ты переживаешь, когда Рока Ходеши Дух Святой сходит на тебя, ты думаешь о том, что этот мир, он не таковой, что у Бога намного больше, чем просто то, что тебя окружает. Не просто знание, нечто переживание. И я помню, как это произошло, мы как дети спали летом на горище нашей бабушки. И наш дом, в котором мы жили, моя бабушка жила, это дом моего деда и дом его брата. Они как бы его встроили вместе, и получилось, у нас одно горище было. Дети перебегали к ним, и там было сейчас собрание. И вот я помню, что мы с молодежью собрались, мне когда было 16 лет в это время, и даже почти, еще не исполнилось, это было полных 15, и я, мы тогда молились молодежи, мы так горели, чтобы видеть пробуждение, мы жаждали, чтобы мир изменился. Даже вот даже в Передесятинском движении мы жаждали следующего как бы уровня, как мы говорим, к некой реформации работы, наверное, страсти по Богу. И в этот момент Бог крестил нас Духом Святым по нашему прошению, и молодежь исполнилась Духом Святым. Я помню, как мы молились, поднимали руки, плакали очень сильно. Знаете, вот такая радость приходила. Вдруг, я помню, как мой дядя Владимир пришел и говорит, «Ребята, что вы делаете?» Мы проходили здесь, это было где-то часов 12, час ночи, и мы слышали вот этот гул, крик, понимаем, что вокруг шпики, и там люди, которые доносы писали, чтобы не было проблем у нас с КГБ, и все остальное, но тише, тише, спокойно, понимаем вашу радость, и все остальное, но будьте спокойны. Вот это переживание, наверное, изменило всю мою будущую жизнь, потому что в это время у меня уже было письмо, приглашение в Москву. Как бы, особенно письмо, присоединиться к фиктовальную школу Олимпийского резерва. Я должен поехать туда, сдать экзамены, и это был следующий этап моей жизни. Папа очень был доволен, очень рад мной, моими успехами, и я отказываюсь. То есть Олимпиада, увы, не состоялась? Ну, может быть, она никогда бы не состоялась, Саша. Но был бы шанс. Шанс, может быть, был бы, но я понимал, что я не могу так. Я не могу по некоторой причине, потому что я уже жил в школе-интернат, я видел, что происходило там. Молодежный беспорядок, сексуальное, мы говорим, пробуждение, это такое вот, или какая-то реформация, такая сексуальная революция, которая происходила там, меня сильно пугала. Вот в реальности я понимал, что есть светлое и темное, есть Божий путь, есть мирской путь, что если я выберу один, у меня будет проблема с другим. Конечно, я знаю, что будут мои одноклассники смотреть эту передачу, может быть, даже те ребята, с которыми мы были в одной команде. Но в то время, будучи подростками, мы кидали вызов таким вещам, как алкоголь. Я не участвовал, очень часто мои ребята с командой говорят, ты какой-то другой, ты не пьешь с нами, ты что-то самое, как бы с наездами. И я боялся этого, ну, буду честно говорить, это какое-то переживание такое было. Поэтому я осознанно в это время отказался от всего. Как отец это воспринял? Как раз он приехал с командировки длительно, и, будучи под шофе, он так, не сильно пьяный, но как бы под шофе. И как раз вот это был, кажется, август месяц, мне нужно уже было ехать. И он говорит, ну так, собираюсь, а все-таки, я говорю, я не поеду никуда. Он говорит, не понял. И я говорю, я хочу тебе сказать, и делаю это осознанно, и хочу тебе сказать, что я христианин, я верующий. Может быть, многие наши зрители скажут, ну, как-то ты и еврей, и христианин. Я объясню, может быть, это попозже. Но вот в это время, потому что я делал это решение, как таковых мессианских служений и вообще не было такого, и понятия такого даже не было в то время. Поэтому я осознанно папе сказал, что я христианин. Он очень, ну, есть такое мирское понятие, взбесился, да. Понятно, что тот дух, который в нем, он просто ненавидел то, что будет дальше, что будет происходить. Он взорвался на меня, он начал меня обзывать, он начал обзывать служителей, церковь. Он сказал, что он донесет в КГБ, он разметет пух и прах церковь. И, конечно, вспоминал моего деда, что он такой, что он не сдержал свое слово. И я как раз говорил, папа, ты меня прости. И, конечно, было очень страшно, честно скажу так. Мне коленки тряслись. Я говорю, подожди, дед умер, когда мне было 6 месяцев. О чем ты говоришь? И как раз вот тогда, в это время, он начинает мне говорить истории, которые я не знал. И я подумаю, это стало, наверное, причиной последующего, наверное, моего жизненного пути. Когда мои родители женились, мой дедушка перестал разговаривать с мамой. Некоторые похороны устроил. Конечно, это было для семьи большим уроном. Но когда мама моя была беременна, где-то мои родители жили с дедушкой, с бабушкой, некое потепление пришло. Дед начал говорить с отцом. И, конечно же, в одном из разговоров отец, мой отец, сказал, что я хочу с вас взять слово. Потому что мой отец был отец слова. Так вот, человек слова. И от деда хотел слово, что он никогда не будет меня учить религиозности и тому, в чем он находился. Вот, знаете, 50-минское движение. И вот что дед сказал. И отец говорил, он нарушил слово. Я говорю, какое? Он говорит, что, Роман, я тебе даю слово, что я, как человек, я не смогу это сделать. Но я тебе могу гарантировать, что Господь в свой день откроется ему, и Он его спасет. И вот это очень меня коснулось. Я понимал, что вот молитвы наших отцов, родителей, они действуют. Конечно, когда я родился, мой дед дал мне имя, Валентин, как возлюбленный, такое вот, да, вот слово, любовь, да, вот он так понимал. Он тот, кто за меня первым помолился. Он даже не дал возможность маме моей и папе меня окунуть в воду. И вот этот, я чувствовал, что это такое особенное было, вот со слов подца, что это какое-то особенное было время. В это время, конечно, отец сильно заросжался и сказал, что я по срамлению ему, что я, как бы, стыд, это для него позор. И он вынул меня из дому. Все, что я мог сделать, это пойти к бабушке, рассказать, что происходит. Я помню, тогда мы сидели на кухне, и пришли мои тети, дяди, и они мне говорили такие слова, что блаженна человек, который был гоним за правду, за царство. И говорит, ты не переживай, Бог на твоей стороне, и Бог усмотрит. Вот это моя жизнь, как она началась. А что мама, как мама восприняла это? Очень, конечно, тяжело ей было, потому что ее реакция была первая, это, наверное, она мне рассказала, что она просила папу, чтобы он меня вернул, и так далее, умоляла. И, конечно же, через несколько дней папа смело ссоса, типа, можешь пригласить, ну, типа, его домой. И мама это сделала. Она позвонила бабушке, или там они связались, и мне сказали, иди домой, тебя там, типа, ждут. Конечно, когда я пришел, отец очень жестко со мной поступал, и тоже взял с меня слово, что, как бы, я, ну, не буду подставлять церковь, если я хочу, чтобы церковь не была гонима, то есть, из-за меня, то он не сдаст ее, то я должен не ходить на собрание, или, как, и мне неприятно сказать, но, конечно, мне приходилось врать. Что я имею в виду? Я говорил, полуправда, но все равно, любая не полуправда, это неправда. Он мне контролировал чем? Я не пускал меня на собрание, к бабушке, с дедушкой, ну, к дедушке не было, к бабушке туда, не пускал. Только, когда я пошел туда, должен был сказать, что я буду делать, и вернуться обратно, и так далее, и тому подобное. Но я ухитрялся сделать другую вещь. В пятницу в школах была дискотека. И я прикрываюсь дискотекой, что я такой модный, а я, на самом деле, любил хорошо одеться. Мама всегда делала у меня модные прически, штаны, и так далее, рубашки, и я приходил на дискотеку. Я понял, что там не должно быть, но я приходил, чтобы показать, что я там был. Алиби. Сделать себе алиби. Буду там несколько минут, до 10-15, всем поздороваюсь, и все остальное. И потом я ехал на собрание. В пятницу у нас был разбор слова, и молодежь иногда бывали. и таким образом я попадал на собрание. И правильный ответ был в дискотеках. Правильный ответ был в дискотеках. Папа, конечно, звонил друзьям, и друзья говорили, да, он там был. у меня номинально была девушка, да, то есть, она мне нравилась, как бы, как человек, но я понимал, как верующий человек я не мог с ней иметь никаких будущих взаимоотношений, да, то есть, как бы, и вроде бы, она говорила, что видели там меня, так все. Вот это, наверное, тот момент, где я немножко возрастал от стремления к Богу. Но я знаю, что в те периоды 80-х годов одним из таких важнейших испытаний верующего парня была армия. И я знаю, что в этом была тоже отдельная история. Можно немножко услышать ее? Ой, я бы хотел бы, наверное, рассказать больше, потому что очень часто, да, вот мне люди говорят о том, что вот кто слышит мою историю там за границей и как бы так люди говорят, тебе нужно делать книгу. Мой ответ очень простой. Я не собираюсь ее писать. Если это будет воля Божья, это сделают мои сыновья. Да, я им говорил историю. Я говорил историю о дедушке, о дедушке, о его, как он пришел к Богу через, прошел войну, и был награжден и был лишен наград из-за меня рассказывал. Многие люди, когда слышат мою историю верующих того поколения, говорят, подожди, тогда не могло быть такого преследования за веру. Но факт есть факт, мне пришлось отвечать за свои слова, мне пришлось стоять за свою веру и отстаивать то, во что я верю, путем угроз смерти. И Бог был на твоей стороне. Я был не то, что на моей стороне, наверное, выходил на встречу для моего личного укрепления. Но я знаю точно, что община, в которой я был членом община, в то время, когда я еще не был прихожанином, потому что не был крещен водой, но так же все равно много родственников, они сильно молились за меня. Это было, конечно, для меня не сюрпризом и даже не было второй мысли о том, что за меня не будут молиться. Я знаю, всегда молились и бабушка, и дядя, и тетя, и люди, которым я был небезразличен. Дорогие друзья, если вы хотите услышать продолжение этой истории, обязательно посмотрите вторую часть нашей программы «Уж пизим» вместе с Валентином Романовичем Свентаком. Будьте благословены. Будьте благословены. Очи наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да прийдет царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб нас насущный, подавали на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избав нас от рукава. Ибо Твое есть царствие и сила и слава во веки. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok